Добрый вечер! Вы смотрите Катунь Лайв Здоровья. Меня зовут Лариса Альмяшева, я врач-невролог высшей категории Центра Восстановительной Терапии. Репродуктивное здоровье – важная часть здоровья человека. Состояние репродуктивного здоровья во многом зависит от ответственного отношения к половой жизни. О том, когда и как нужно начинать заботиться о репродуктивном здоровье, мы сегодня будем говорить. Если вы хотите позвонить нам в студию, задать интересующие вас вопросы, звоните по телефону 5500, мы будем готовы на них ответить. А на вопросы, как сохранить репродуктивное здоровье мальчиков, чтобы в будущем мужчина смог стать продолжателем своего рода, нам расскажет Илья Сергеевич Попов, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории детский уролог-андролог. Добрый вечер, Илья Сергеевич. Здравствуйте. Расскажите нашим телезрителям, кто такой детский уролог-андролог. Именно детский. Чем он отличается от взрослого? Детский уролог-андролог – это специалист по мужским заболеваниям. То есть это специалист, который занимается теми органами, которые ответственны за репродукцию. Ну, если мамы спрашивают, то мы отвечаем достаточно просто – это мужской гинеколог. То есть мужской гинеколог. Интересная интерпретация. И сразу всем становится ясно. Да, да. А вообще, когда впервые нужно показать ребенка детскому урологу-андрологу? Вот родился мальчик, да? Когда нужно к вам его принести или привести на прием? По приказу Министерства здравоохранения, первый профилактический осмотр детского уролога-андролога должен произойти в три года жизни ребенка. В три года. А есть какие-то еще плановые осмотры? Если да, то какие возрастные периоды сюда входят, Илья Сергеевич? Да, конечно, есть. Как я уже говорил, это три года, это семь лет, это десять лет, четырнадцать и далее ежегодно до семнадцати лет. То есть 15, 16, 17. Ну, конечно, давайте каждый период теперь разберем, да? Вот привезли, привели вам ребенка в три года, да? Что мы можем здесь увидеть? Какую патологию? Ну, в первую очередь, нашим девизом, девизом детского уролога-андролога является то, что мальчик — это будущий не только мужчина, да, но и отец. То есть наша задача — выявить те состояния, заболевания, которые могут негативно отразиться на его репродуктивном здоровье. А что это за состояние? Это, в первую очередь, аномалии, да, аномалии развития половых органов, в первую очередь, это крипторхизм, то есть это аномалия, да, аномалия, когда яички не опускаются в мошонку при рождении, да, и в первые девять месяцев жизни. То есть это достаточно серьезная проблема, которая имеет очень высокий риск нарушения фертильности, то есть нарушения плодовитости. А если вот уже в три года впервые привели ребенка, да, и вы видите эту аномалию, это уже слишком поздно, Илья Сергеевич, или что-то можно сделать, как-то помочь? Конечно, если говорить о крипторхизме, то три года — это уже поздно. Это поздновато. Поздновато. Да, потому что оперативное лечение должно было произойти до двух лет жизни. Может быть, тогда раньше все-таки показывать урологу деток? Конечно. Те ребятишки, которые имеют ту или иную проблему, они приходят к нам значительно раньше. У нас есть замечательные наши помощники. Это специалисты первичного звена, это педиатр, да, это, конечно же, наш друг-сообщник, помощник. Это кто? Детский хирург. Детский хирург. Да. И они направляют к вам, когда они видят эту патологию? Да, конечно. А в три года часто бывают такие случаи, когда вот пришли, и вы первый раз это увидели? Или все-таки это реже встречается в вашей практике? К сожалению, пока это встречается. Пока встречается. Да, и я думал, что это проблема, возможно, нашего региона, но когда был не так давно на специализации в городе Москва, оказывается, у них проблемы те же. То же самое. Миллионный город. Есть специалисты, проблемы доступности нет, а тоже. А с чем связано, Илья Сергеевич? Наверняка, вы, может быть, обсуждали. Это невнимательность, не знаю, там, халатность. Что это? Почему? Да, вроде бы столько информации. Интернет, окей, гугл, пожалуйста, и все равно вы встречаете эту патологию. Ну, да, это большей части невнимательность родителей, либо даже в какой-то мере бесшабашность, либо отсутствие должной настороженности, недоверие к врачам. А, израстет, как многие говорят. Израстет. Ну, может быть, наша программа это поправит? Я очень надеюсь. Будет относиться серьезнее. Кроме крипторхизма, какие еще аномалии встречаются? Конечно же, аномалии уретры – это гипосподия, когда уретры… Прямо переводите. Да, конечно. Потому что для вас это обычные вещи, а наших телезрителей нужно немножко просветить. Конечно. Гипосподия – это состояние, когда уретра открывается не на своем типичном месте, а ниже. То есть она открывается внизу, на нижней, так скажем, стенке полового члена. При этом и мочеиспускание нарушается, и размеры, строение полового члена нарушается. И, что немаловажно, есть формы, которые необходимо обязательно уточнять, к какому полу принадлежит ребенок. Даже так? Даже так. А вот эти состояния, они оперируются, если в три года мы это выявили? Или как дальнейшая тактика ведения таких пациентов происходит? Если говорить о гипосподиях, когда пол, в общем-то, не вызывает никаких у нас затруднений, операция проводится как раз-таки к моменту социализации ребенка, то есть к моменту начала детского сада. К этому моменту, да, мы должны его прооперировать, чтобы у него не было проблем в коллективе. Чтобы он мог нормально помочиться, чтобы он не выбивался из общего коллектива, чтобы на него не показывали пальцем, потому что коллектив ребятишек, он достаточно жесткий коллектив. На самом деле так. Какие-то есть еще особенности, аномалии, про которые вы хотели бы рассказать? То есть крипторхизм, гипосподия? Да, чтобы родители знали, то я перечислю наиболее частые аномалии. Это такие, как грыжи, пахово-мошоночная паховая грыжа, это водянки яичек, когда, конечно же, необходимо решать вопрос, требуется ли хирургическое вмешательство или нет. Это аномалии, связанные с размерами яичек, то есть гипоплазия яичка или даже отсутствие его. То есть вот то, что в первую очередь мы на что обращаем внимание. То есть это самые основные. Илья Сергеевич, у нас звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Как врач может понимать, кому нужна операция, кому достаточно пить лекарства из МИД-образизии, потому что мне очень часто дают таблетки для печени. А я думаю, что это плохо, по-моему. А по-моему, как? Итак, вопрос в том, что кому нужна консервативная терапия, да, а кому нужна операция. Правильно мы вас понимаем? Правильно. Когда вы определяете, что нужно здесь прооперировать, а когда-то нужно пролечить консервативно. И опять-таки пролечить так, чтобы не было проблем с печенью. Интересный вопрос. Это очень важно, и спасибо за вопрос. Очень часто на приеме мамы спрашивают, а как мы будем дальше-то вести эту патологию. Конечно, для того, чтобы определиться, проводится ряд диагностических мероприятий, то есть мы проводим обследования, которые позволяют нам ответить на основные вопросы. Страдает ли орган, да, если говорить о яичке, да, страдает ли яичко. Если да, оно страдает, то, конечно же, необходимо уже хирургическое вмешательство. Конечно. А если же не страдает, да, то, конечно, можно и провести курс консервативного лечения. И нередко вторым вопросом, который задают мамы, а как это будет влиять на печень моего ребенка? То есть спросили все ровно, что происходит у вас на приеме? Да. Ну, конечно же, препараты, особенно в детской практике, назначаются только безопасные. И строго по весу. Конечно. Строго по весу, дозировки выверяются. То есть осложнений каких-то серьезных, да, печеночной патологии не встречается? Нет. Спасибо вам за ответ. Мы продолжим дальше. Мы обсудили три года, а вот в семь лет, да, что можно увидеть на приеме? Какую патологию, которой не было в три года? В семь лет, то есть перед школой, мы, осматривая ребенка, также, конечно, обращаем внимание на строение, размеры половых органов, для того, чтобы в дальнейшем прогнозировать, как он будет развиваться в будущем. И как часто его нужно нам наблюдать. Одним из основных состояний, которые мы смотрим, в данном случае является заболевание крайней плоти. Это что? Фимус. Фимус. Мы немножко про него отдельно поговорим. А теперь возрастная группа 10 лет, Илья Сергеевич. Ой, важная. У нас до 18 много с вами, да. И пять минут до конца эфира. Не успеем. Давайте основные расскажем. 10 лет — это тот возраст, когда организм мальчика готовится к изменениям, которые у него будут происходить. Я имею в виду половое созревание. И вот тут-то важно нам уточнить, а все ли готово. А нет ли каких-то состояний, заболеваний, которые могут нарушить это очень важное для будущего мужчины состояние. И, конечно же, смотрим, а нет ли уже сейчас признаков начала полового созревания. Раннего, да. Раннего, преждевременного. Которое может являться достаточно серьезным проявлением. Мы с вами поговорим об этом следующем еще блоке, про половое созревание. 14 лет. Какая здесь патология? Это уже подростки, которые должны вступить в период полового созревания. Соответственно, им уже свойственны те проблемы, которые связаны именно с взрослением. В первую очередь, это варикоцели, варикозное расширение вен. Его нужно оперировать. Знаете, сколько копий сломалось об этот вопрос, поэтому однозначного ответа нет, хотя хирургическое лечение является золотым стандартом. Золотым стандартом. А вообще консервативно можно это состояние вылечить? В начальном периоде, да, можно именно вылечить, когда вены еще не так растянулись. То есть вовремя поставленный диагноз подлежит терапии? Подлежит. С другой стороны, если нет нарушений, если нет проблем в развитии яичка, если нет гормональных нарушений, то варикоцелия не требует хирургического лечения в этот период. И возраст 15-17 лет. Мы ничего с вами не упустили, да, все возраста прошли, еще 15-17. Да, 15-17 лет. В общем-то, так же, как и в 14 лет, мы обращаем внимание на те заболевания, свойственные данному периоду. Это упомянутая варикоцелия, это кисты придатков, которые начинают именно проявляться, манифестировать в этом периоде. То есть это образование полостное в виде пузырька в придатке яичка. Оно опасно тем, что может вызывать механическую закупорку придатка и просто-напросто не пропускать сперматозоиды по половым путям. А также стоит отметить, что в этом возрасте уже начинаются периоды встреч, периоды дружбы и даже более тесных контактов между полами. Поэтому, как и взрослым мужчинам, активным мужчинам, подросткам могут быть свойственны заболевания именно инфекционной природы, передаваемые при незащищенных контактах. А как проходит прием у врача, у уролога, андролога, тем более детского? Он немножко, конечно, особенный, чем взрослый прием? В первую очередь, конечно же, это внимательное отношение к ребенку. Это прием и осмотр по возможности тет-а-тет, отсутствие медицинской сестры. Во всяком случае, осмотр проводится, чтобы женского пола в пределах взгляда не было. Если ребенку 14 лет, то есть еще не исполнилось 15, то, конечно же, осмотр проводится в соседнем кабинете, но с открытой дверью, дабы мама могла слышать то, о чем говорит. А если мама настаивает на том, чтобы все-таки оставаться в кабинете? Если 14 лет, то есть до 15 лет, то, конечно же, мы прислушаемся и будем проводить осмотр при ней. А вообще, какие анализы Вы назначаете для того, чтобы выявить урологическую патологию? Нужны ли какие-то профилактические анализы? Ну, конечно же, это анализы мочи, общий анализ мочи, при необходимости бак-посев мочи, анализы крови. Обязательно делаем исследование крови на гормоны, ЛГ, ФСГ. А для чего? Для оценки именно гормональных функций. Ведь это же одна из основных функций нашего организма, до наших яичек, помимо репродуктивной. УЗИ обязательно, ультразвук диагностический, нам оказывает очень огромную помощь. Это УЗИ-мошонки, УЗИ-предстательной железы, которую, надо сказать, мы делаем у подростков через живот. То есть не совсем как у взрослых, и не надо этого бояться. Спасибо большое. Мы продолжим в следующем блоке. Наши эфир мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир «Катунь. Лайф. Здоровье». В студии врач-невролог высшей категории, Центр восстановительной терапии Лариса Альмяшева. Так как же сохранить здоровье мальчиков? Как вырастить из мальчика здорового мужчину? Сегодня нам расскажет Илья Сергеевич Попов, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, детский уролог-андролог. Мы продолжаем, Илья Сергеевич. Когда с мальчиками нужно начинать говорить о половом развитии? В каком возрасте? – Замечательный вопрос. С мальчиками нужно разговаривать, начинать тогда, когда родитель получает этот вопрос. – Это во сколько? – Это может быть и в пять лет мама или папа. А почему у меня так, а у моей сестренки по-другому? Чем не вопрос? Конечно же, нужно объяснить, почему так, чем отличаются мальчики от девочек. И это уже начнет ребенка готовить к тому, что он мужчина, что в дальнейшем он может и меняться. Особенно если ребенок смотрит на себя, смотрит на папу и видит отличия. Конечно же. Конечно, я хочу делать на этом акцент родителям. Пожалуйста, не отмахивайтесь от ребенка, отвечайте на вопросы. – Они все равно найдутся, да? – Они найдут вопрос, они найдут ответ. Они найдут ответ у своего товарища, который более… – Подробно, чем родители, да? – Конечно, расскажет. А вот качество. Правильно ли он расскажет? Донесет ли эту информацию? А если говорить о половом созревании, то, что ждет будущего мужчину, то, конечно же, 10 лет – это тот возраст, когда мы уже должны рассказывать, что будет, как будет. Что сначала будут увеличиваться яички, появится половое оволосение, то есть оволосение вокруг полового члена. Да, потом начнут расти волосы уже в подмышечных впадинах, может и чаще всего будет увеличиваться грудные железы. И это один из тех вопросов, которые подростки очень часто задают. – То есть вам задают на приеме этот вопрос? Их пугает, да? – Их очень пугает. – Что они у вас спрашивают и что вы отвечаете? Потому что они же такой вопрос могут задать родителям. Давайте родителей наших подготовим. – Конечно. – К ответу на этот вопрос. – Подросток спрашивает, а все ли со мной правильно, все ли со мной нормально, не превращаюсь ли я в девочку. А бывает, спрашивают, вот если у меня начинает расти грудь, она увеличивается, не поменяю ли я свой пол, не поменяю ли я свою будущую сексуальность. – Конечно же, на это нужно отвечать. Ведь подросток, у него такая буря в голове, у него гормональные изменения, у него физические изменения, и психика не успевает за теми процессами, которые с подростком происходят. Поэтому наша задача успокоить, объяснить, чтобы в дальнейшем это не ушло куда-то в глубину. – То есть вовремя отвечаем на вопросы, вовремя успокаиваем и вовремя говорим о половом развитии. А вот такой момент, каким проблемам со здоровьем может привести раннее половое созревание? Вообще в какой момент считается раннее половое созревание и, соответственно, те проблемы, которые возникают? – Да, раннее половое созревание – это состояние, при котором появление признаков пубертата, то есть увеличение яичек, пигментация мошонки, появление волос происходит раньше девяти лет. – Раньше девяти? – Да. – А часто такое встречается? – И не увеличилось ли количество раннего полового созревания за последнее время? – Нет, не увеличилось, и слава богу. Однако такие ребятишки встречаются. И, конечно, это состояние, которое требует обязательно дообследования, исключения проблем в центральной нервной системе. И, конечно, родители должны обращаться за помощью, если видят, что у ребенка появилось оволосение раньше девяти лет. Ведь некоторые мамы почему-то считают это достижением ребенка. Ох, у нас раннее, у нас вообще такой взрослый мальчик. – Пуарень, да. – Да, так здорово, он такой ранний. – Да, не здорово это. – Какие заболевания сопровождают раннее половое развитие? Можете перечислить. И давайте, например, какое-то из этих заболеваний возьмем и немножечко разберем по клинике симптомам и лечениям. – Раннее половое созревание – это состояние, которое может быть проявлением заболеваний центральной нервной системы, как я уже говорил, в первую очередь опухолевой природы. – Это аденома, наверное, гипофиза? – Да, да. Аденома гипофиза, которая начинает продуцировать большое количество гормонов. – То есть как раз ФСГ и ЛГ, про которые вы говорили? – Да, и как следствие повышения тестостерона. Получается, ребенок в возрасте, положим, для примера 6 лет, это такой маленький мужичок, который уже имеет все признаки мужского организма, но абсолютно не понимает, что с ним происходит, потому что психически он еще ребенок. – И половое увеличение тоже увеличивается? – Конечно, да. – И, соответственно, здесь риск заболеваний, передающийся половым путем? – Ну, для ребенка 5 лет, наверное, этот пример не совсем будет удачным, но для подростка, да, конечно, и подростковый период – это очень сложный период, когда, конечно, появляются новые эмоции, новые стремления, новые желания. И если ребенок, подросток не знает границ, то, конечно, начинается ранняя половая жизнь. А она уже сопряжена с определенными рисками. – Какие это риски? – Да, это риски получить заболевание, передающиеся половым путем. Да, и в первую очередь, для примера, можно привести хламидийную инфекцию. – Ну, давайте как раз мы ее и разберем, да, что это за заболевание, что будет чувствовать подростка, какие симптомы, чтобы вовремя обратить на это внимание. – Да, хламидийная инфекция, то есть она вызывается такими бактериями, которые называются хламидия. Это заболевание, которое подросток получает при незащищенном полном контакте. Передается от человека к человеку, то есть от больного к здоровому. А подросток будет чувствовать жжение, боли при мочеиспускании, выделение из уретры, то есть из мочеиспускательного канала. Он будет видеть пятна на своем белье, то есть белье будет постоянно мараться. И мамам, кстати говоря, можно присмотреться. А почему же так часто, по несколько раз в день ребенок меняет белье? В чем дело? Обратите внимание на изнаночную, на внутреннюю сторону белья, там, где манишка. И в дальнейшем, если данное состояние не лечить, либо лечить неправильно, то оно может привести к репродуктивным проблемам. – Как мы будем лечить? И встречаются ли случаи самолечения в вашей практике? Когда подросток боится обратиться, понимает, что к этой проблеме есть, набирает в интернете, находит какой-то вариант, или, опять-таки, друзья научили, что делать? Как лечите и как долечиваете варианты самолечения? – Да, к сожалению, самолечения до сих пор есть, такие примеры. И как раз-таки это всесильный интернет, такие и Google, и подростки получают информацию, либо действительно друзья. При таком лечении не выдерживаются дозы, не выдерживаются комплайенс, частота приема, длительность. То есть инфекция не уходит из организма, а наоборот уходит вглубь. То есть хронизируется, и в дальнейшем это может привести к массе проблем. – Какие проблемы могут быть? – В первую очередь это слипчивый, так скажем, рубцовый процесс в репродуктивных путях. То есть теряется проходимость половых путей, и, соответственно, сперматозоиды не могут пройти. – То есть это как раз причина бесплодия? – Это, да, механические или обструктивные формы бесплодия. Нарушается транспорт. – Илья Сергеевич, давайте поговорим об ургентных, об острых состояниях, которые встречаются в урологической практике, что к ним относится, и поговорим о тактике, да, как быть, если ребенок попал в эту ситуацию. Наверное, начнем с самых важных. Например, вот одна из проблем – это перекрут яичка, да, что сопровождает эту симптоматику, и что делать, если такая ситуация возникла. – Да, спасибо. Потеря органа – это всегда очень серьезно. Мы всегда этого опасаемся и боимся. А, к сожалению, перекрут яичка – это то состояние, которое нередко именно заканчивается тем, что яичко мы теряем. Так вот, перекрут яичка – это острое состояние, это внезапная боль в мошонке, которую сложно терпеть. Это боль постоянная, боль, которая не уменьшается при положениях, при любых положениях тела. При внешнем осмотре мы можем увидеть подтянутое яичко, мы можем увидеть отечное, покрасневшее кожа мошонки. И, конечно, сама интенсивность боли, она не является обычной. Это должно сразу же насторожить родителей. Ни в коем случае не надо давать никаких препаратов, снижающих болевой порог, да, то есть не давать обезболивающие препараты. Нужно срочно обращаться к специалисту, нужно вызывать скорую, и необходимо ехать в стационар, который оказывает экстренную помощь. А что за правило шести золотых часов, про которые говорят, когда есть перекрут яичка? Да, это то время, когда яичко мы можем еще спасти. То есть, если мы за шесть часов успели выполнить операцию, успели устранить перекрут яичка, то клетки репродуктивного эпителия, которые очень нежные, они очень требовательны к тому, что они получают с кровью. Так вот, за шесть часов мы их еще можем спасти. С шести до двенадцати серая зона. То есть, здесь все зависит от того, насколько клетки могут противостоять неблагоприятным условиям. То есть, тут 50 на 50. После 12 часов и позднее, конечно, вероятность спасения яичка крайне мала. Как поставить диагноз? Это ставится клинически, визуально, при осмотре, или нужно провести какие-то дополнительные методы исследования? Может, тоже УЗИ или какие-то анализы? И если да, то какие изменения будут, например, в общем анализе мочи, крови или на УЗИ? Конечно, в первую очередь, по жалобам, по истории возникновения этой проблемы. Внезапное начало, выраженная интенсивная боль, внешний вид. У детских хирургов, у детских урологов-андрологов существует термин синдром острой гиперемированной мошонки. То есть, это состояние, которое видно внешне. Сразу видно. Да, сразу видно. Но в этот синдром могут входить и другие острые состояния, такие как орхид, то есть воспаление яичка, это перекрут гидатиды яичка. Симптоматика схожая. И здесь, если у нас возникают какие-то сомнения, мы делаем ультразвук. И по ультразвуку будет видно. Кровоток. Илья Сергеевич, куда везти ребенка? Да, где у нас оказывается эта экстренная помощь, если такая ситуация случилась? Конечно же, нужно в первую очередь обращаться в скорую помощь. И бригада скорой помощи, зная маршрутизацию, доставит ребенка в то учреждение, которое оказывает экстренную помощь. Где эта помощь оказывается у нас? Если мы говорим о городе Барнауле, то вот не далее, как в субботу, в пятницу или в субботу, был уже приказ выпущен новый по маршрутизации ребятишек, и экстренную урологическую, андрологическую патологию доставляют в краевую детскую больницу. Спасибо большое, Илья Сергеевич, за очень интересную и важную информацию. Я напоминаю, что сегодня на вопросы отвечал Илья Сергеевич Попов, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, детский уролог, андролог. Небольшой перерыв и возвращаемся в нашу студию. Оставайтесь с нами. И вновь доброго вечера вы смотрите «Катунь. Лайф. Здоровье». В студии врач-невролог высшей категории Центра восстановительной терапии Лариса Альмяшева. Мы в прямом эфире, и на вопросы об интимном здоровье девочек нам ответит Олеся Валентиновна Булганина, главный специалист, гинеколог детского и юношеского возраста Министерства здравоохранения Алтайского края. Кандидат медицинских наук. Еще раз добрый вечер, Олеся Валентиновна. Спасибо, что пришли к нам в студию. Расскажите нашим телезрителям. Мы поговорили с детским, как нам сказал, гинекологом, урологом, андрологом, когда показывать мальчика, а теперь, когда показывать девочку нужно к вам на прием, в каком возрасте? Есть ли какой-то регламент этих возрастов? Существует. Конечно, существуют давно уже приказы, министерские приказы, по которым существует 514 приказ про проведение профосмотра в несовершеннолетнем. Существует приказ по акушерству гинекологии, порядок оказания медицинской помощи, в том числе несовершеннолетним. На основании этих приказов осмотр девочки осуществляет акушер-гинеколог в возрастные периоды в 3 года, в 6 лет, в 13, из 15 лет ежегодно до 18 лет. А чем-то взрослый детский гинеколог, они отличаются или нет? Отличаются в плане осмотра? Да, и в плане осмотра, и в плане заболеваний. Ну, смотрите, ну, во-первых, гинекологи, которые работают непосредственно с подростками, с детьми, должны проходить помимо ежегодной сертификации еще и тематическое усовершенствование раз в 5 лет по вопросам, то есть отдельно по вопросам детской подростковой гинекологии. То есть это все-таки более углубленные специалисты. Ну, а осмотры, конечно, отличаются. То есть для чего мы смотрим, ну, вот я могу сразу рассказать по этим возрастным. Да, давайте по возрастам. Мы сначала, наверное, 3,6 лет с вами обсудим, а потом пойдем дальше. Да. Ну, 3,6 — это возраст, нейтральный возраст, то есть когда нет функционирования яичников. И поэтому целью профилактического осмотра в эти возрастные периоды у акушера-гинеколога в первую очередь это исключение преждевременного плавого созревания. Раз это нейтральный период, да. Исключается полное преждевременное половое развитие, изолированной формы, ну, или в народе неполное. Это исключается патология наружных половых органов, то есть воспалительная, травматическая, аномалия развития. Ну, и, конечно, дается консультация родителям по вопросам интимной гигиены. Алиса Валерьевна, если тоже нашли аномалии развития в 3 года, то так же можно что-то сделать или, опять-таки, уже поздно? Нет. Ну, у нас аномалии развития, конечно, наружных половых органов, ну, это редко бывает, конечно, это небольшой процент, но это может быть отрезе десной плевы. Да, то есть когда нет отверстия десной плевы, в принципе, когда мы выясняем это в возрасте допубертатного, до начала менструации, по крайней мере, это коррекции хирургической не подлежит. Почему? Потому что мы можем получить ситуацию, то есть если рассечь там крестообразно, да, убрать отрезию, то она может заново срастись. Поэтому здесь оперативное лечение рекомендуется именно сначала с приходом первой менструации. Это самое легкое, это самое корректируемое, которое мы можем сделать на уровне наших учреждений Алтайского края. Если мы находим аномалию развития внутренних половых органов, это бывает случайная находка в этом возрасте. Это, как правило, находится не так даже на профосмотре, когда при обследовании, допустим, любым другим специалистам, при ультразвуковом исследовании внутренних женских половых органов вдруг увидели, допустим, аномалию развития две матки. То есть две матки, да? Да, или там, допустим, дворогую матку. Это крана уже можно увидеть? Можно увидеть, да, да, можно увидеть. Конечно, это не новорожденное, понятно, это зависит от качества аппаратуры и качества того специалиста, который работает, и если прицельное, ну, желание посмотреть это. Вот, допустим, у нас вот в Центре охраны материнства и детства, но я очень люблю наших функционалистов, они всегда, даже если это не гинекологические направления, обязательно проводя ультразвуковые исследования девочки внутренних органов, они обязательно ныряют аккуратненько на малый таз. И очень часто мы находим, да, кисты, функциональные кисты, даже в возрасте еще до пубертата, и то есть они уже рекомендуют в своем заключении консультацию гинеколога. А если выявлена аномалия, например, да, вот матка дворогая, как-то можно девочке помочь? Это же в будущем болезненные менструации, да? Конечно, конечно. Что можно рекомендовать? Или стоит провести оперативное, например, лечение? Или такого не проводится? Дворогая матка не подлежит. То есть аномалии матки значительное количество. Там может быть перегородка в матке, да, то есть перегородка в матке решается уже вопрос более старшего возраста, старше 18 лет. Да, это уже решается вопрос, когда встает вопрос о реализации репродуктивной функции, да, то есть иссечение перегородки. Дворогость матки может быть различной. Может, седловидная матка, которая, в принципе, и функционально никак не проявляется, вот именно в виде болезненных менструаций. Выраженность дворогая может быть большая, но, опять же, оперативному лечению подлежат крайне редкие случаи вот такой патологии. Они подлежат более внимательным, более частому наблюдению подросткового гинеколога и уже гинеколога в репродуктивном возрасте. А репродуктивная функция в таком случае может нарушаться, если выявлена такая аномалия? Ну, здесь, знаете, как репродуктивная функция здесь нарушаться. Конечно, ну, во-первых, я говорю, уже все давно известно. Да, взрослые шерогинекологи прекрасно знают, как вести беременность в такой патологии, как подготовить матку такую, именно матку, к имплантации плодного яйца в ведении беременности. А бывает выявление уже вот прям человек родил, и вы только вот увидели, что такая проблема? Нет. Нет? Нет. Нет. У нас есть другая проблема, то есть у новорожденных и все. То есть у нас, значит, очень часто новорожденным или даже во время внутриутробного пребывания девочки проводится ультразвуковое исследование мамы и обнаруживается кисты или фолликула яичников. Очень замечательно, что у нас большая насторожность в этом плане. И врачи ультразвуковисты, и врачи акушерогинекологи. Я поэтому так внимательно и спрашиваю. Да. Ну, здесь, видите, как, это хорошо. То есть в каком плане? Конечно, лучше перестраховаться. Тем более, видите, вот возвращаясь к профосмотрам, первый осмотр девочки у нас происходит в три года. И информация такая более доступная, которую может сказать врач акушерогинеколог, получается в три года. Вот когда случайно нашли, допустим, да, какой-то большой фолликул у новорожденной, то, естественно, это показания для консультации детского гинеколога. И здесь мы уже можем проговорить более, да, предметов. Наблюдать за девочкой, не наблюдать, обследоваться. А какая причина фолликула у девочки совсем маленькой? Ну, взрослых более-менее понятно. Это не просто, мы просто этого же никогда не делали, и нам никто не делал. Ну, вы знаете, как бы здесь тоже все очень просто. Я вот когда писала диссертацию, изучала авариальный резерв, и, в принципе, много информации. Вот я поэтому и спрашивала, что у вас была диссертация. И как раз мы выясняли, ну, вот, допустим, когда вот многие исследователи начались развитием ЭКО, и все остальное изучали предварительно, есть ли достаточное количество яйцеклеток. И оценивали количество яйцеклеток. Ну, и вот, как бы, прочитав многие работы, выясняется, что девочка, появляясь все мы, девочки, появляясь на свет, мы появляемся где-то с около 1 миллионом фолликулов. Богатые мы, девочки. Которые нам в жизни не нужны. И к периоду первой менструации практически половина или большая половина должна отрезироваться, уйти. И вот уходит она вот таким образом. Поэтому и внутриутробно, и если случайно сделали ультразвуковые исследования девочки в 3 года или в 2, это может быть. Да, то есть это не кисты большие, то есть это фолликулы до сантиметра. Они сами уйдут? Они, как правило, в 99% уходят сами. Да, мы, конечно, оцениваем. Я, конечно, не могу здесь, наверное, не хватит времени рассказать. Мы, конечно, оцениваем. Мы еще одну программу сделаем. У нас, да, с удовольствием. Потому что у нас, как правило, вырабатываются эстрогены, да, во внутренней, значит, гранулезоклеточной ткани фолликула, но большого фолликула. Поэтому, когда мы видим, конечно, какой-то фолликулярный аппарат у девочки, мы смотрим, насколько он активен, неактивен, как правило, вот в новорожденных это неактивные фолликулы, это фолликулы, которые должны уйти. То есть не надо расстраиваться, беспокоиться, но наблюдаться и консультироваться. Возраст 13 лет, а потом возраст с 15 до 17 лет. Что можно увидеть в 13 лет? Ну, в 13 лет... Мы так половина гинекологии уже детская проговорили. Мы еще ни о чем не говорили, да. 13 лет возраст характерен тем, что вот как раз именно уже в полных 13, лет мы исключаем, в первую очередь, задержку полового развития. То есть половое развитие девочки должно начинаться, вот у нас в России, да, определенный возрастной период с 8 до 13 лет. Если в 13 лет мы выставляем задержку полового развития, опять же, вот почему значимость этих профилактических осмотров? Потому что следующий осмотр девочки в 15 лет. Вот если мы пропустили, не увидели в 13 лет задержку полового развития, то в 15 лет мы уже и не получим и менструальную функцию, да, потому что базовый ребенок будет с нарушенным половым развитием, соответственно, это приведет к нарушению менструальной функции. А, естественно, все мы понимаем, чем раньше мы начнем, чем раньше мы увидим симптоматику, чем раньше мы увидим группу риска, профилактические, да, рекомендательные какие-то, не обязательно лечебные, да, если девочка приходит с дефицитом массы тела, избытком массы тела, высокорослая, низкорослая, но еще не вступает в половое созревание, мы понимаем, что это уже показания для консультации эндокринолога, чтобы исключить какие-то синдромальные нарушения, которые могут... Ну, это уже вот у эндокринолога, да, но она, как правило, видите, редко бывает просто один высокий рост, низкий рост или там оживление или дефицит. То есть, опять-таки, аденомы, скорее всего, мы будем смотреть, да? Это может быть, конечно, это патология гипоталамбиофизарной системы, это может быть различная другая патология, то есть обменные процессы какие-то. Поэтому здесь вот настолько репродуктивная функция, вот это правда, это апофеоз всего здоровья, это готовность, как я на приеме все время говорю, ну что такое менструация, да, когда появляется менструация, это готовность самочкой стать мамой. Чтобы это произошло, чтобы выносить и достойно родить здоровое потомство, да, все органы системы должны быть готовы и компенсированы. То есть, с 15 до 17 ежегодно, что мы здесь смотрим, Альсина? Вы знаете, здесь в первую очередь, конечно, исключаются те же задержки полового развития, но здесь мы уже выясняем менструальную функцию и патологию молочных желез, потому что у нас достаточное количество мастопатий, так называемых, да, это доброкачественная дисплазия и молочные железы, мы выявляемся. Ну, а почему бы нет, если идет нарушение менструальной функции, мы же вот даже знаем, что у женщин более молодого возраста, допустим, одной из причин нарушения патологии молочных желез, да, ну, диффузной какой-то формы, естественно, базово при нарушении четкого и качественного выделения эстрогенов прогестированных бывает патология щитовидной железы, то есть практически 100% кисты молочной железы сочетаются с кистами щитовидной железы, да, это может быть и патология печени, да, почему? Поэтому здесь вот, когда появляется девочка, естественно, мы выясняем, ну, либо есть возможность, отправляем к эндокринологу, либо обследуем сразу патологию щитовидной железы, патологию гипофизы, пролактин наш любимый, да, но и в то же время патологию желудочно-кишечного, дискинезии желчеводящих у подростков это потоком. Ну, и это только по молочной железе, да? Только по молочной. А нарушение менструальной функции, выясняем, есть ли нарушение менструального цикла, есть ли нарушение менструальной функции в виде дисминары, есть ли патологические выделения, воспалительные процессы наружных и внутренних женских половых органов. А как проходит прием у детского кшар-гинеколога? С мамой или может девочка обратиться? Без мамы? Как юридически правильно это все построить? Ну, это тоже все уже определено, то есть после получения добровольного, как везде, да, информированного согласия, девочка до 15 лет, во-первых, согласие подписывает мама, и девочка до 15 лет, мама может присутствовать в смотровом кабинете. А если девочка не хочет, мама выходит или мама строго должна находиться? Мама, видите, как правило, на приеме, ну, допустим, у нас вот в городе, да, в городских приемах кшар-гинекологов, это двойной кабинет. Двойной кабинет, где вначале мы собираем информацию, сидит медсестра, и переходим тут же в смотровой кабинет, который может быть открыт, вот как Илья Сергеевич говорил, что мама может слышать, ну, во-первых, она в любом случае слышит, но я, как правило, все-таки приглашая в более маленьком возрасте, то есть вот до 10, до 13 лет девочки очень, да, чувствительны от отсутствия мамы при таких манипуляциях или осмотрах. Подростки, то есть они могут соглашаться, что мама слышит, но не присутствует непосредственно в смотровом кабинете. Что делать, если в поликлинике нет детского гинеколога? Или у нас все поликлиники обеспечены данным специалистом? Нет, конечно. Видите, вот у нас тоже по профосмотрам есть тоже, вот исходя из этого расскажу, да. То есть есть декретированные возраста, 3, 6, 13, 15, ежегодно, в остальные возраста смотрит врач-педиатр. То есть детская гинекология, она на стыке, правда, двухслужб, педиатрия и акушерство гинекологии. Поэтому, когда профосмотры проводятся педиатром, педиатр также должен, да, в виде какие-то причины, которые могут направить девочку или там пациентку, к акушерогинекологу направлять, либо в случае, если нет акушерогинеколога, в районе, допустим, да, или где-то девочка, или там мама с девочкой обращается к врачу-педиатру, который уже, да, этапно по маршрутизации отправляет девочку на плановую или экстренную, там, какую-то гинекологическую помощь гинекологам, где это закреплено. В городах Алтайского края, в каждом городе Алтайского края, у нас есть ответственные акушерогинекологи, которые работают либо непосредственно гинекологами детского и юношеского возраста, либо совмещают эту должность. А вот с девочкой в каком возрасте, Олеся Валентиновна, нужно говорить о половом развитии? И что желательно мамам рассказать? Ну, о половом развитии, конечно, здесь всё-таки это более интимные вещи, и, конечно, лучше говорить маме. Вот мы определяем возраст, да, что начало полового развития начинается с 8 до 13 лет, но средний возраст начала полового развития — это 10 лет. Поэтому вот здесь, как правило, и возникают вопросы у девочки, потому что... Какие вопросы вам задаёт? Девочки? Да. Здесь, во-первых, как правило, даже не так девочки задаёт, девочки ещё пугливые, а мамы все бегут потоком, потому что, боже мой, у нас что-то там грудь набухла, заболела, у нас не ракли. Это же так спрашивают? Да, да, или опухоль какая-то, или ещё что-то. Да, и всё, и начинаем рассказывать половое развитие, что на примере, опять же, хорошо, что мы однополые, да, рассказывают, что у всех у нас так было. И у меня, и у мамы, да, и у всех у нас. И что это начало полового развития, что... Здесь, конечно, большие подробности не вдаёмся. То есть, как правило, мы информируем маму, да, поэтапность появления, правильная этапность появления вторичных половых признаков, и ориентируем, в какие возраста или в каких случаях появляться к гинекологу. И, Олеся Валентиновна, ваши рекомендации нашим телезрителям? Ну, рекомендации простые, будьте здоровы. И, конечно, самая главная рекомендация, что любое лечение лучше начинать до того, как произошла какая-то патология. Поэтому, конечно, нужно обращаться по профилактическим осмотрам, как у широм гинекологом, андрологом, да, дабы профилактировать, либо выявить какие-то группы риска, которые мы можем профилактировать, и они не уйдут уже в какую-то патологию менструальной или репродуктивной функции. Спасибо большое, Олеся Валентиновна. Мы продолжим наш эфир через несколько минут. Оставайтесь с нами. Добрый вечер. Мы продолжаем прямой эфир программы «Катунь. Лайф. Здоровье». В студии врач-невролог высшей категории, Центр восстановительной терапии Лариса Альмяшева. Сейчас мы поговорим о заболеваниях эндокринной системы у детей. О том, как эндокринная система влияет на половое развитие, нам расскажет Александр Александрович Баканов, детский эндокринолог, врач высшей квалификационной категории. Напоминаем, что если вы хотите позвонить нам в студию, задать вопросы, звоните по телефону 550. Добрый вечер, Александр Александрович. Добрый вечер всем. Расскажите нашим телезрителям, чем детский эндокринолог отличается от взрослого и отличается ли? Ребенок постоянно растет и развивается. Мало того, что он еще не зрелый, он еще и постоянно меняется, и, соответственно, у него запасов прочности не так много. И любая болезнь, какую бы ни взяли, она всегда более разрушительна для ребенка, чем для взрослого, который уже сформирован, у которого уже все стабильно, и у которого есть хороший запас прочности всех систем. То есть взрослый у нас покрепче немножко, чем ребенок. Весьма покрепче. Весьма покрепче. А вообще за что будет отвечать наша эндокринная система? Она же такая многогранная, там очень много функций. Давайте самые основные возьмем. Вот если взять любое состояние, в которое организм попадает, жарко, холодно, травмы, инфекции, человек принимает пищу, бежит, спит, условия его работы, они очень разные. И эндокринная система, наряду с нервной системой, она как раз приспосабливает, адаптирует организм вот к условиям той работы, в которую организм попадает. Другими словами, вот это система адаптации организма к тем условиям, в которых он работает. И каковы последствия будут заболевания эндокринной системы? Если происходит сбой какой-то, к чему это приведет? Вот если какая-то часть контроля любого процесса выпадает, то сам процесс потом тоже нарушается. Зачастую по принципу домино. Это как? Что за что за принцип? То есть, по большому счету, если выпадает какая-то часть контроля, то может выпасть и функция, которая этим контролем подвержена. Это потом, поломка этой функции ведет к нарушению других функций. Так это все постепенно накапливается, накапливается, вплоть до, в некоторых ситуациях, до остановки полной организма. И такие, ну, конечно, сейчас, в настоящее время, это большая редкость, но, тем не менее, некоторые эндокринные заболевания могут привести к летальному исходу. А вообще сейчас эндокринных заболеваний стало больше, Александр Александрович, чем было раньше. У вас же такая огромная практика, да, вот как бы вы оценили динамику? Вот я как невролог могу сказать, что там части заболеваний стало больше, они стали моложе, да, тот же, например, атеросклероз, неврозов стало больше, аутоиммунных заболеваний стало больше. А что бы вы отметили за свою практику? Абсолютно с вами согласен, что заболеваний стало больше, и они молодеют. Когда я начинал работу, скажем, если взять сахарный диабет, то в среднем за год было порядка 25 вновь заболевших диабетиков по Алтайскому краю. Через какое-то время... А в каком году вы начали работать? Это 96-й год. 96-й год, краевой детской. И это было порядка 20-25 человек. Это считалось много тогда? Да, даже тогда это считалось достаточно много, с учетом общей популяции, да. Но на каждое десятилетие, ну, где-то человек по 10-15 прибавляется, и сейчас порядка 60 человек, даже чуть больше, по сахарному диабету. Каждый год, да? Ну, в некоторых случаях это, конечно, связано с нашей большей вооруженностью для определения болезни. То есть больше стали выявлять? Или все-таки, может быть, стало патологии больше? Но, тем не менее, и патологии стало больше. И патологии стало больше. На ваш взгляд, что это? Часто же спрашивают, да, это там питание наше, фастфуды, или это экология, или это генетика накапливается? Что за причина? Наверное, это все вместе взятое, как сейчас экологи говорят, что мир нашего пребывания, он сильно изменился в сравнении с тем, что было там 50 или 100 лет назад, да, по всем практически параметрам. И по содержанию химических веществ в пище, и по радиологии, и по стрессовым нагрузкам, и по аутоиммунной патологии, поскольку все-таки система отбора в генетике не так интенсивно работает, как раньше. Да, как раньше, да? А был ли у вас какой-то интересный клинический случай, например, там, может быть, по сахарному диабету, или по какой-то эндокринной патологии? Вот что вам больше всего из вашей многолетней практики запомнилось? Если сейчас говорить о интересе, основном, который в эндокринологии имеет место, это как раз в связи с тем, что у нас появились новые возможности в плане исследования биохимических параметров, гормонов всевозможных, визуализация улучшилась. То есть не только мы можем сейчас УЗИ применять, но по большому счету уже достаточно доступ к применениям МРТ, КТ, ПЭТ, стентографии и так далее. То есть вооруженность растет, и многие заболевания, они уже на таких очень-очень ранних этапах выявляются, когда все-таки приходится решать это начало заболевания. Или это какое-то имело место воздействие на организм, который сдвинул немножко равновесие, и надо только выждать некоторое время, какие-то профилактические меры провести, и все станет на круги своя. И это трудно решить вопрос, или начинается что-то, или все-таки это какая-то ответная реакция на какие-то неблагоприятные воздействия, которые будут транзиторны. Так все-таки стоит обследоваться тогда профилактически? Стоит ли выявлять эти ранние патологии? Или не стоит? Такой риторический вопрос. Да нет, на самом деле не риторический. На самом деле, вот чем раньше патология выявлена, тем у нас больше шансов адаптировать ребенка максимально. И привести к так называемой клинико-лабораторной ремиссии в полной мере. А в некоторых случаях даже и вылечить заболевания. И вылечить. Тогда следующий вопрос. Какие заболевания эндокринной системы в вашей практике чаще всего встречаются? Как раз те, которые выявляются чаще, про что мы говорили. Или те, с которыми к вам на прием приходят уже родители с детками. Какую бы патологию вы бы хотели осветить? Пожалуй, по частоте это заболевания щитовидной железы. Затем следует заболевание углеводного обмена. В том числе сахарный диабет, естественно. И третьим я, наверное, моментом должен отметить это изменение темпов физического и полового развития. А в какую сторону? Это больше задержка полового развития? Или это как раз вопрос раннего полового созревания? Ну, если взять весь период пубертата, так называемого, или полового развития, если другими словами сказать, то он достаточно для всей популяции мальчиков, девочек, он достаточно длинный процесс. У девочек это лет с 7, у мальчиков лет с 8, до 18, соответственно, и 19. Но медиана, то есть середина, пик, вот когда в среднем половое развитие стартует, как принято говорить у медиков, то это 13 лет, плюс-минус год. И физиология так устроена, что мальчики всегда отстают несколько от этого старта, а девочки всегда несколько опережают. Иногда не несколько, иногда очень существенно. И, соответственно, лечение у мальчиков идет по типу заместительной терапии, то есть им мы вынуждены давать гормоны, которые как бы у них уже должны быть. А у девочек чаще это супрессивная терапия. То есть мы несколько приостанавливаем активность работы тех же лез, которые вырабатывают половые гормоны. И необходимо здесь сказать, что к настоящему времени такое лечение просто крайне близко к нормальной физиологии, чтобы этого не боялись родители. Спасибо большое, Александр Александрович, за беседу. После выпуска новостей с субтитрами мы поговорим о правильном питании в период межсезонья. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. И вновь доброго вечера. Вы смотрите Катунь. Лайв здоровья. В студии врач-невролог высшей категории Центра восстановительной терапии Лариса Альмяшева. Какое питание должно быть у детей с эндокринными заболеваниями, поговорим с врачом превентивной медицины, врачом-диетологом Олесей Юрьевной Рыжковой. Добрый вечер, Олеса Юрьевна. Олеса Юрьевна, вот белково-энергетическая недостаточность у детей, что это такое? Это бич современности. Наших современных деток, потому что, конечно, мы знаем, что сейчас у большинства детей диета состоит из рафинированных сахаров, из различных жиров, не самых лучших, из очень некачественного мяса, из плохой готовки, из фастфуда, и очень нерегулярно, и еда уходит из тарелки, скажем так, уходит на перекусы какие-то, на бегу. Это и вызывает такое нарушение энергетического белкового обмена. Конечно, безусловно. А что туда входит? Что это за изменения, которые происходят в организме при неправильном питании? Это, конечно, изменения, которые касаются не только детей. Эти же изменения касаются и взрослых, тогда, когда мы нарушаем свой тип питания, когда мы уходим от правильного питания, от правильных каких-то продуктов питания, от правильного приготовления этих продуктов на более такой легкий способ пищи, да, на более легкий, быстрый, вкусный, возможно, где-то. Это все рафинады. То есть увеличивается количество сахаров, увеличивается количество жировой ткани, жировой прослойки, уменьшается белок, белковая составляющая, естественно, это мышечная составляющая. И энергию, которую мы берем из жировых клеток, это немножечко другая по качеству энергия, нежели та энергия, которую мы берем из белков. Лиза Юрьевна, вот детские пюрешки, готовые мясные блюда, каши, которые разводят, как вы к этому относитесь? Они же позиционируются у нас как правильное питание. Насколько это верно? Правильно сказать, что это позиционируется как правильное питание. Ты правильно вопрос задала, да? Да, маркетинговые ходы, конечно, чаще всего. И никуда от этого не деться. И если ребенка после грудного вскармливания переводят на какие-то каши или на какие-то разводные формы, скажем так, да, на быстрого приготовления формы, это должно быть по минимуму в его рационе. Конечно, мы должны готовить это самостоятельно. Как правильно готовить? Мы должны взять кашу, если мы говорим... Мамочки же немножко у нас... Конечно, они любят это делать, это факт. И некогда. Ладно, не любят, но еще и некогда мамочки зачастую работающие мамы, которые не сидят в декрете. И поэтому, конечно, это очень сложно. Есть какие-то секреты, может быть, чтобы и качественно, и быстро? Есть. И это даже не секреты, а это просто техника, которая должна быть у нас на кухне. Например, та же вафельница, да, это очень сильно облегчает нам жизнь. Если это ребенок более младшего возраста, то есть какой-то там годовалый ребенок, это должен быть блендер с пароваркой сразу же, да, то есть мы там забросили, грубо говоря, брокколи какие-то, да, быстренько приготовили это на пару. И тут же это взблендерили, то есть приготовили то же самое пюре, которое в банке, но в банке всегда не будет одного компонента. Даже если будет написано, что это пюре брокколи и больше там ничего нету, там однозначно будут еще добавки просто, которые можно не учитывать, не писать на банке. А вафельница, вы говорите, будет облегчить нам жизнь. Я сразу задалась вопросом, как? Вафли это то, что любят есть дети, это то, что сделать просто, потому что очень много рецептов даже в интернете. Мы можем туда включить муку, например, альтернативную, то есть это мука, например, чечевичная мука или мука из нута. Это очень здорово идет вафли. Мы можем сделать туда, добавить туда овощи любые. Это будут зеленые вафли, если это будет шпинат или брокколи, это будет оранжевая вафля, если это будет какая-нибудь морковь, или это будет свекла, это будет уже красная яркая вафля. И это любят дети, и мы насыщаем просто их завтрак макро- и микронутриентами. Это то, что они недополучают. Я знаю, что вы сейчас проходите очень интересное обучение по диеткам. Да, это так. Расскажите, что там интересного в обучении есть. Я понимаю, что очень много. Да. Что там есть интересного по питанию? И такой вопрос, а чем вы кормите свою маленькую дочку? Примерное меню. Моя дочка очень привередливая, надо заметить. Хоть ей почти два года, она еще маленькая, но она очень привередая. И мы, конечно, сейчас стараемся давать и вот эти самые вафли, о которых я говорю. Конечно, у ребенка должен быть очень разнообразный рацион по возможности. Очень большая проблема и беда настоящего времени, например, когда грудных детей переводят не на формулу какую-то, когда уже мамочка решила отказать ребенку в груди, в грудном молоке, переводят на просто коровье молоко. И ребенок упивает очень много этого коровьего молока. И даже вроде бы как, это хорошая фирма, это детское молочко, там какое-то, да, обогащенное вроде бы как. Но это молоко уже доказанными фактами является то, что это молоко в таких огромных количествах у детей приводит их к инсулинорезистентности в каком-то переходном возрасте. А это молоко именно, которое в тетропаках или любое молоко, скажем так, живое из-под коровы? Вот нет, живое из-под коровы. Если эта коровка кушает сено, мы точно знаем, как... Вот меня таким поели, кормили. Вот, да, это немножечко другая история, конечно. То есть это более полезная все-таки история. Да, это история здесь уже о непереносимости. То есть если есть непереносимость лактозы, да, непереносимость молока, молочного белка, например, то, конечно, здесь с молоком будут вопросы. Но если это молоко чистое, из деревни, коровка чистая, вымытая, вымя хорошее... Так, как по нашу рассказывать. Да, на самом деле это должно быть правильно. Когда вы знаете этого фермера и вы берете у него молоко, то вы можете давать его, конечно, детям, но опять же, не литрами, не литрами. Сколько можно 100 мл? 100 мл в день молока больше, чем достаточно для ребенка. Полезнее коровье или козье молоко? И то, и то молоко полезнее. Козье молоко немножечко проще переживается с желудочно-кишечным трактом в основном детей. Да, если мы сегодня говорим про детей, это должно быть молоко класса А2. И козье, и коровье молоко нужно смотреть на класс. Что это за класс? Это немножечко просто другая белковая структура. Другая белковая структура. Какое питание должно быть у детей при ожирении? Это, конечно, питание больше основано на белках, на жирах. Здесь очень важно научить ребенка. То есть, когда мы начинаем работать с ребенком, мы всегда понимаем, что это история всей семьи. И если папа где-то против того, чтобы ребенок кушал правильно, кушал другую немножечко еду, отказывается в это верить, отказывается, может быть, где-то сам принимать другую сторону, он привык там есть конфетки и шоколадки, как же я буду без этого, да, и начинает подкармливать ребенка. Эта история не пройдет никогда. Очень важно к ребенку с ожирением относиться с вниманием, да. То есть, например, если это школьник, то мы должны приготовить ему ланчбокс красивый такой, чтобы ему завидовали. Потому что очень часто детишки закрываются в себе тогда, когда у них начинаются комплексы. Они закрываются в себе, и что это такое? Все будут кушать в столовой, а я должен этим ланчбоксом, да, там ходить только один-единственный, и все на меня будут смотреть и тыкать пальцем. Именно вот в этот момент нужно быть очень осторожным для мам, да, все родители должны быть внимательны к ребенку, приготовить ланчбокс, и этот ланчбокс должен быть завидным, он должен быть очень красивым, очень вкусным. Так что все хотели есть ланчбокс, а не ходить в столовую. Да, да, да. Сейчас много деток с ожирением. Есть какая-то поддержка в виде витаминов, микроэлементов, которые можно дать ребенку для того, чтобы скомпенсировать это состояние? У детей вот так вот в общем понимании этого слова мы можем сказать, что обязательно дотация должна быть витамина D, всегда дозировка будет зависеть от возраста, это напрямую будет зависеть от возраста, и лицетин. Лицетин – это, он будет тоже очень-очень важен для детей в любом, в принципе, возрасте. Что нужно делать, если у ребенка есть сахарный диабет второго типа? Здесь, конечно… И прям совсем коротко. Да, здесь, конечно, мы будем считать хлебные единицы, мы, конечно же, будем смотреть на углеводы более пристально, чем на все остальное, но мы должны обязательно включать в рацион правильные жиры и белки. Спасибо большое, Олеся Юрьевна. Я напоминаю, что с нами в студии работала Олеся Юрьевна Рыжкова, врач-диетолог, врач превентивной медицины. Надеюсь, наша программа была полезна для вас. Будьте здоровы, увидимся в эфире «Катунь. Лайф. Здоровье» ровно через неделю.